Всем привет! Вот такое вот огромное количество гель-лаков с Алиэкспресс мне пришло в посылки. Девушка, которая отправила их, попросила сделать выкраску инкогнито. Поэтому посылку, распаковку я вам не снимала, а просто мы сейчас выкрасим все эти материалы. Очень интересно, потому что есть тут некоторые фирмы, которые у меня уже есть, но есть такие, которые я еще не пробовала. Поэтому сейчас выкрасим и обсудим, какие же цвета более-менее, а какие покупать не стоит. Выкраска будет долгой, поэтому набирайте побольше чая, прям огромную кружку и присоединяйтесь. Самый первый цвет это Винолиса номер 909. Такого у меня цветничка не было, а даже если был, я не помню, чтобы такое у меня присутствовало. Вообще споры, какие гель-лаки лучше Винолиса или Джуди Коко, всегда останутся, потому что кому-то нравится больше кремообразные, а кому-то вот типа таких, как Винолиса, они более маслянистой консистенции. Цвет, конечно, шикарный, перекрывает отлично. Я думаю, вам это все прекрасно видно. И, соответственно, на ноготочках два слоя все перекроет, выравнивается хорошо, мы с вами тестировали. Но не все цвета такие плотные, некоторые прям жуткие. Особенно давным-давно я тестировала какой-то желтый и светлый. И они у меня ложились в три слоя. Следующий вот такой вот цветничок, название даже не прочитаю, никакой информации нет. И номер у него G01-020. И это офигенный темно-синий оттенок. И мне кажется, даже витраж. Я бы сказала, что мутноватый витраж, но он крутой. И можно спокойно с ним делать на базе растекашки всякие крутые дизайны. Я его оставлю в один слой, потому что, уверена, второй ему не светит. Ну, точнее, он точно не перекроет, потому что он как стеклышко. Так что коллекция витражей у меня пополняется. И девушке, которая прислала мне это в посылке, огромное спасибо. Потому что такого цвета мне не хватало. Следующий снова какой-то неизвестный гейлак. Ну, видно, что гель Полюш. Номер 19. Тоже в пластиковом флаконе. Объем, конечно, оставляет желать лучшего. И тут вот такой вот нежный оттенок. И, кстати, консистенция мне у этого гейлака нравится. Кисточка расправляется отлично. И плохого я ничего о нем сказать не могу. Ну, кроме запаха. Запах присутствует. От него никуда не деться. Состава, соответственно, в флаконе нет. И я как-то в восторге от того, что он перекрывает в один слой. Смотрите сами. Так что, если кому-то надо, постараюсь ссылочку найти. Я больше чем уверена, что этот гейлак в два слоя все замечательно перекроет. И вот наношу тонким слоем. Мне понравилась кисточка. Если этот гейлак у меня закончится, я прям ее отмою и оставлю для нанесения каких-нибудь материалов. Потому что она настолько ровная и мягко выкладывает гейлак. Просто нет слов. Следующий гейлак у нас Roller 10R. Это, видимо, какая-то определенная серия. Или, я думаю, кошечка. Ну, кошка или нет, мы с вами обязательно проверим. Но первый слой я нанесу прям так. Ну, чтобы не использовать никакую подложку. Кошку под подложку. Второй слой нанесу на нее же и попробую примагнитить. Мне все-таки кажется, что это кошечка. Но, смотрите, насколько крутой оттенок в плане просто в два слоя нанести. Он, конечно, просвечивает и лучше использовать черную подложку. Нет, это не кошка, потому что не магнитится. Подложку использовать обязательно надо, потому что он прозрачноватый. Но, если вас это никак не волнует, то можете использовать и так. Так, взяла типсу, хотела приготовить что-то для гейл-лака. И, смотрите, у меня завелись мыши. Кто-то ее отгрыз. Следующий гейл-лак, тоже название говорить вам не буду, номер 98768. Длинный, конечно, номер, но тут есть хоть какая-то информация. И так же состав, и объем, и какие-то значки. Вот пластиковый флакон внушает очень классное доверие. И тут что-то такое, знаете, суфлейное по консистенции. Но в нанесении, как видите, он ложится тоненько. То есть на кисточку надо прям набирать материал. Кисточка очень мягкая. И вы, когда наносите, даже не чувствуете само вот это соприкосновение с типсой. Соответственно, на ноготочках чувствовать тоже не будете. Самый выравнивается замечательно, а пигментация, ну так, знаете, будет плешивить на ноготочках даже в три слоя. Цвет мне показался сначала какой-то сиреневый, но нет, это просто молочный гейл-лак. Хотя в пузыречке именно смотрится с оттенком. Скорее всего, он так и наносится. Но ложится он так, что видны какие-то полосы. Соответственно, в покрытии это все отразится и будет выглядеть очень неряшливо. Поэтому этот гейл-лак советовать не буду. С гейл-лаков Манаси у меня есть только обивитраж, а я так понимаю, что это цветной гейл-лак номер 58. Консистенция приятная, тянущаяся, наносится, как вы видите, отлично. Даже старается быстро самовыровняться при тонком слое. Это показатель хороший, но пигментации, мне кажется, не хватит для того, чтобы в два слоя все это дело перекрыть. Даже если добавить материал и нанести средним слоем. Но, возможно, что я ошибаюсь и посмотрим, что будет на втором. Но сам по себе цвет очень и очень красивый. Если вы гуру в нанесении таких оттенков, то буду советовать, потому что цвет невероятный. Он не поросячий и в то же время очень нежный. Так как гейл-лак хорошо самовыравнивается, то можно попробовать нанести подравнивающим слоем, и тогда он все перекроет. Снова у нас гель в полиш названии. Но я так понимаю, что эти флаконы просто нонейм. Номер 4025. И тут такие крутые блески. Слушайте, это прям точно такие же, как в Love Nail. Есть такая фирма, я брала. Выкраску никак не выложу, она у меня с прошлого лета лежит. И вот там точно такой же оттенок. Сразу могу сказать, что смотрятся такие блески очень и очень круто, но там они поплотнее в той фирме. Тут они, видите, на витражной подложке, то есть пигмента очень и очень мало. Можно нанести на черную, а можно добавить материалы и вот как бы подровнять. Сверху аккуратненько кисточкой, не прорезывающими движениями, а поверхностными. И как мне кажется, для одного слоя очень даже неплохо. Но под такой материал надо делать небольшое выравнивание базой. Ну, то есть не то, что вообще делать небольшое, а то, что сильно укреплять ноготочки не стоит, потому что такой цветник даст очень хороший объем. По идее, второй слой должен все перекрыть, но не стоит на это надеяться, потому что, ну вот, прозрачная подложка, если только за счет блесток, их количество, и все равно будут оставаться вот такие глубокие проплешины, которые вы никуда не денете. Если только нанесете в цвет основы подложку или просто на черный цвет. Следующий пузыречек у нас фирма Blink, это мои самые первые гейлаки с Алиэкспресс, да, были такие Z84, я делала ими покрытие. И тогда, я помню, с ними брала еще Sapphire была фирма. Но они были не очень классного качества. Вот после того раза я их больше не заказывала, потому что они прозрачные. И, в принципе, вы сейчас все это прекрасно видите. Если вам нужен темно-темно-темно-фиолетовый оттенок на черную подложку, и, в принципе, все отлично. Но если вы не любите подложки, то этот гейлак я вам советовать не буду, потому что вот средним слоем и все равно он полувитражный. Ну, как вы видите, в один слой он замечательно просветивает, и второй просто, ну, нет смысла наносить. Поэтому переходим к следующему гейлаку, а этот оставлю как полувитражный, чтобы было видно, какой он мутный. Следующий гейлак номер H&M. Номер у него на донышке 1328. Если не ошибаюсь, это, по-моему, белый цвет. И он у меня был. Нет, это молочный. А знаком он мне, потому что я использовала его в тестировании продукции. Вы мне постоянно спрашивали, что же это за оттенок. Он многим понравился, но он действительно классный, потому что он выравнивается замечательно, наносится тоже, и смотрится, ну, неплохо. Такие гейлаки можно наносить не просто слоями, а взять на кисточку побольше и распределить материал, как вот небольшое выравнивание. И тогда у вас плотность цвета будет везде равномерной, переходы будут не такие явные. Перевернули типсу, там подровняли тонкой кисточкой и в лампу. Следующий цветничок тоже H&M номер 90544. И тут тоже молочный оттенок, только с бежевым подтоном. Ну, то есть он будет тоже полупрозрачный. И вот его я как раз еще не пробовала. Из этих всех гейлаков я попробовала только вот молочно-белый. А может быть еще какие-то, потому что стояли они у меня долго, и я прям вот никак не могла вам их выкрасить. Было некогда, а теперь я дорвалась, мне само интересно, и надеюсь, что вам тоже. Это замечательный камуфляж, который ложится ровным слоем и хорошо самовыравнивается. Я в шоке. Дальше гейлфавор, я вам их часто хвалила, это номер один. И также делала с ними покрытие, они классные. И, кстати, это тоже камуфляж. Смотрите, какой тянущийся. К сожалению, не написано, это база или нет, но я думаю, что такой цветник. И ведь камуфляжи, они реально нужны, потому что я с вами делала покрытие под слайдер, под стейпинг, под фольгу, под втирку. Вот просто подо все. И вы раньше мне постоянно писали, что зачем в таком количестве эти камуфляжи. Поверьте, вот сколько у меня их есть, и все они мне нужны, потому что оттенки разные, эффекты разные, и хочется все больше и больше их. Скажем так, много их не бывает. Розалин в белом флаконе номер 2802. Вот я не знаю различий вообще флаконов. Ох ты, какой красавчик! Просто флаконы, то что разного цвета и все, или там какие-то определенные серии. Ну, какой смысл производителям закупать два вида пузырьков разного цвета, если материалы одни и те же. Я этого никак не поняла, поэтому не знаю, в чем разница. Мне кажется, они наносятся все одинаково. В один слой очень даже неплохо, но сейчас посмотрим, что будет дальше. Мне предыдущий камуфляж прям в душу запал. Я о нем не могу забыть, потому что он лег на чипсу очень-очень ровно. Да и вообще классный, и цвет отличный. Ну, а тут смотрите, что происходит. Вроде бы перекрывает, но на ручках возможно. Если нанести неравномерным слоем, средним, ну точнее два, то придется наносить и третий. Если хорошенечко подровнять, то можно и в два уложить. Снова розалин номер 2904. И уже в черном флаконе, как я вам сказала, уже разницы не вижу. И это офигенно! Серо-голубой... Нет, серо-фиолетовый оттенок. Ну, а пигментация, кстати, пигментация тонким слоем даже очень неплохая. На кисточке материала мало, но он разравнивается, он наносится и перекрывает. Более-менее. Конечно, в один слой он у вас не ляжет хорошо, но в два вполне может перекрыть. Мне этот цвет очень сильно нравится. Прям, ну не знаю, я бы с таким сделала бы дизайн. Какую-нибудь стирку обязательно и белый стемпинг. В принципе, наподобие цвет я уже в таком дизайне использовала, смотрелся он классно. И просто хочется повторить. Поэтому цветничок мне этот прям душевненько. Номер 04. Но тут темно-фиолетовый оттенок и он, кстати, ляжет два слоя. Прям сразу вам скажу. По самому оттенку очень и очень крутой. Вы посмотрите. Он практически перекрыл в один слой. У вас почему-то на экране он черный, но нет, он темно-темно-фиолетовый. Соответственно, насчет второго слоя тут даже беспокоиться не стоит, потому что он ляжет просто отлично. Номер 15. У меня такой уже был. Мы с вами тестировали его. По-моему, Zoom приходил или еще откуда-то. Наносила я его на черный светлый цвет. И смотрелся он безумно классно на светлом. То есть, это такой невероятный жемчужный оттенок, как втирка. Поэтому наносить не буду. У меня даже уже есть где-то выкраска. Я вам ставлю фотографию. Номер 29 у меня тоже есть. И это камуфляжик. Вот такой вот нежный, красивый. И ложится он тоже неплохо. Также вам сфотографирую типсу. Перерыла я все типсы свои, чтобы вам показать. Смотрите, это номер 15. Он вот такой жемчужный. И когда ложится на светлый оттенок, ведет себя просто замечательно. На черном он тоже интересный, но как бы проглядывается темный оттенок. Ну, не знаю, мне не очень нравится. И камуфляж номер 29 замечательный. Не просвечивает, если нанести его выравнивающим слоем. Номер 43. И тоже очень крутой васильковый оттенок. И плотность у него точно такая же, как у фиолетового. То есть видно, что он перекроет все в два слоя. Даже если вы нанесете тонкими слоями, все равно вам это не поможет, чтобы сделать проплешины. И главное, этот цветничок возле кутикулы нанести не тонким слоем, прям растирающим, а средним. Тогда будет все перекрыто равномерно. Вот так вот он выглядит в два слоя. Очень даже неплохо, соответственно, не просвечивает. И последний флакончик из гель-лаков розалинт. Это номер 52. Ярко-желтый оттенок. В рисовашках он очень нужен, потому что вот когда мы в группе рисовали постоянно, ну, точнее, я с вами, вы-то до сих пор рисуете, мне прям такого цветничка не хватало очень сильно. Поэтому я заказывала в тюбиках вот эти вот ненавистные мои цвета, которые я не очень сильно люблю. Ну, точнее, для рисовашек, если выдавливать на палитру, то может быть и ничего, но так наносить их, это далеко не удовольствие. Объем, конечно же, у них небольшой. И хоть и пишут там чуть ли не по 7, по 8, а то и по 10 мл. Тут на пузырьке написано 7, но поверьте, его там нет. Девушка в группе выкладывала фотографию, реально, сколько входит в пузырьки. И там просто жесть. Если считать, что они приходят еще добавок и не полные, то сами понимаете, что там налит просто мизер. Дальше у нас с вами мои любимчики. Это гель-лаки GD Coco. Да, есть флешивые цвета. Мы с вами в какой-то выкраске выкрашивали. Там был цвет зеленый. Он прям вообще прозрачный и страшный. Это номер BA805. Консистенция кремовая. Ничего себе какой неон. И с помощью них можно добиться хорошего блика, потому что они неплохо самовыравниваются, не затекают так сильно. Но, конечно, если вы правильно сделали маникюр, все зачистили, и гель-лаку не надо никуда течь и затекать. Слушайте, он пигментированный. Или мне кажется? Да нет, он перекрывает. Я думаю, что в два слоя отлично все будет. И вот в этом цвете два слоя все перекроют. Мы сейчас, конечно, с вами посмотрим, потому что после просушивания первый, знаете, так побледнел. Я не вижу, чтобы где-нибудь что-нибудь пришивило. Просто надо наносить двумя средними слоями. Номер АК814. Ну, это классный цвет. Сразу видно на этом цветничке консистенция. Какая вот она кремовая. Прям наносится супер. И можно уложить в один слой, но, конечно же, буду наносить в два. После просушивания предыдущий оттенок не стал прозрачным. Поэтому он классный, тем более такой яркий и насыщенный. Если наносить прям тонюченьким слоем, то, возможно, вы сможете в один слой нанести с проплешинами. Но в два нереально даже тоненьким. Потому что он слишком хорошо распределяется. Следующий цвет у нас по порядку АК815. Тоже очень интересный оттенок гейлака кофе с молоком. Сам по себе насыщенный, красивый. Вот такой прям на ногти нанести. Но грызунчиком такой цвет нельзя. Иначе вы будете еще больше ногти грызть. В один слой очень даже неплохо перекрыл. Отправляю в лампу. Насчет двух слоев, я думаю, говорить не стоит. И так понятно, что все отлично перекроет. Ну и завершающий цветничок этой фирмы БА825. Надеюсь, что тоже порадует. Тем более я по ним прям соскучилась. Очень классные и красивые цвета. Среди всех алишных гейлаков, конечно, я выделяю Джоди Коко. Потом у нас идет Денчил. Герл-ту-герл. Вот неплохие они в нанесении. И еще какие-то. Я, наверное, все не вспомню, но они прям вот чувствуются. Какая разница. Посмотрите, как наносятся. Мне кажется, просто не надо слов. И так все видно. И на экране у вас, скорее всего, он синий, как обычно. Опять же, у меня, как всегда, пыль в тенотипсах. Но это мне надо протирать уже лампу. Дальше гейлаки Мария Айора номер 108. И он у меня уже есть. Мы с вами выкрашивали. Поэтому не буду повторяться, а просто отставлю в сторону и покажу этот цвет на типсе. На типсе, конечно же, он все перекрыл замечательно. Но, как вы помните, я вам говорила, надо делать жутко идеальный маникюр, чтобы этот гейлак никуда не затекал. Номер 121 у меня вроде бы не было, но на типсах я его не нашла. Да, у меня точно такого не было. Это нежно-розовый оттенок. И вообще, вы знаете, очень у нас так разразилась спор, то, что кто-то на стороне этих гейлаков, а кто-то против. Потому что пишут по-разному. У кого-то эти гейлаки прям супер и укладываются в два слоя идеально. У кого-то они постоянно плешивят. Я не знаю, чем это объяснить, кроме того, что у продавца попадаются разные партии. Но так гейлаки, конечно, в нанесении очень неплохие. Но типсу этот цвет никак не перекроет, хотя первый слой я нанесла очень даже жирненько, потому что кисточка мягкая и наносит очень толстенько. Минимум 3 средних слоя, чтобы на ноготках он лег у вас очень ровно и хорошо. Номер 122. Снова розовый оттенок, но более насыщенный и по пигментации как бы кажется. Большой плюс в том, что у этих гейлаков нет липкого слоя. То есть, если аллергии на липкий слой, то, соответственно, на них не будет. Но базу наносим обязательно и хорошего качества. Но цвет сам по себе очень красивый. Я бы такой себе нанесла летом на ноготочки. Но он плешивый. Я даже на типсе вижу вот эти ямочки, которые не перекрыл цвет никак. Этот цвет тоже вам не советую. Так же, как и предыдущий. Номер 129. Ну вот этот цветничок уже видно, что он более пигментированный. И, кстати, у него как будто бы блесточки. Да, слушайте, цвет какой яркий, насыщенный. Да еще и с микрошиммером. Невероятный. Если он сейчас два слоя перекроет, я буду от него в восторге. Но кисточка наносит очень и очень толсто. Будьте аккуратны, потому что это дополнительный объем. И под этот материал тогда базу наносим. Не настолько укрепляем ноготочки, как обычно. А все-таки чуточку меньше. Чтобы ногти не смотрелись кнопками от баяна. Я не знаю, как передать вам микрошиммер. Мне кажется, на камере его вообще не видно. Тут он не плешивит и никакой вот жалобы у меня на него нет. И, кстати, он погуще, чем предыдущие. Возможно, поэтому лучше ложиться. Номер 131. И снова безумно нежный оттенок. И теперь я понимаю, почему вокруг этих гейлаков такие споры. Смотрите, светлые оттенки, но плешивят практически все. Но я ничего не говорю, потому что во многих фирмах такое же. И в этом ничего страшного нет. Главное научиться их наносить. А вот темный мне попался. Он просто сказочный. И я теплюсь надеждой, что этот цветничок все перекроет проблески прозрачного. А то вот многие пишут, что не любите слово проплешины. Поэтому давайте обзывать проблесками цвета. Так что вот этот цветничок я вам тоже не посоветую. Номер 135. У меня похожий цветничок есть в розаленте. И, кстати, попробовала на ноготках. Два слоя под стирку отлично подошел. И такое ощущение, что этот прям точности такой же. И по пигментации тоже. Если постараться и уложить два слоя, можно. Но получится ноготки, конечно, толстоватый. Вот средний слой нанесла. Но как бы прям все, чтобы перекрыло более-менее, нет такого. Где-то видны просветы. На лето такой цветник было бы прикольно нанести на ноготочки. С нежным каким-нибудь дизайном. С цветочками или со слайдером. Кисточка очень много на себя набирает материала. За счет этого вам кажется, что на типсах они ложатся лучше. Но на деле просто укладывайте слишком толстым слоем. Но вот этот цвет, мне кажется, можно попробовать. Хотя нет, он все равно какой-то прозрачный. Хотя воздушность его дает какой-то определенный шарм. И вот этот цветник мне прям понравился. Номер 136. Как вы помните, с распаковки нам хватило серых тонов. Теперь мы вдоволь насмотрим все просветлые оттенки. Ну вот этот, кстати, цветничок очень неплохо перекрывает. Ну, возможно, что я тоже его нанесла толстым слоем. Не знаю, я вот этот момент как-то пропустила. Дальше у нас номер 139. И у меня он есть в выкраске. Вот так он замечательно выглядит. Два слоя все перекрыло. Цвет на самом деле очень нежный и красивый. Номер 144. И снова нежно-зеленый или мятный оттенок. Который ложится точно так же, как розовые тона. Но, возможно, капельку получше. Если взять вот сверху прям кисточкой подровнять, добавив материал вот таким образом, то, возможно, два слоя можно будет на типсе и уложить. Номер 162. И это у нас темный оттенок. На самом деле мне было прям очень интересно посмотреть, какая у них пигментация. Вот если бы в нем был шиммер, то гейл-лак бы оправдался. И ложится он затуманенно. Но вот таким вот подравнивающим слоем можно вполне уложить и в два. Но возле кутикулы все равно этот цветник вряд ли перекроет. Прям рулетиком, если выложить, то может быть. Но вы представляете, какая ступенька будет от материала. Как видите, даже темный оттенок не очень хорошо наносится. Очень жаль, потому что консистенция у гейл-лаков неплохая. Номер 171. Тоже темный оттенок, но с шибером. Кстати, вот этот жиденький, кисточка тоненькая, прям другая. И нанесение, соответственно, более тонкое. Гейл-лаки тут точно с разных партий, потому что они вот прям совершенно разные. Очень красивый цветник, но я вижу, что он совсем прозрачный. И на подложку надо будет наносить его обязательно. Вы представляете, сколько цветов мы выкрасили? Я не считала, но очень много. И это последний, номер 180. В Марии Айора, конечно, есть красивые цвета. И, кстати, вот этот вообще с шиммером, с фиолетовым. Главное, чтобы ты перекрывал. А то все гейл-лаки получаются темные, надо наносить с подложкой. Так тоже неинтересно, потому что это занимает определенное количество времени. А тем более, если наносить черную, ее нанести очень аккуратно надо. Потому что если на кожу попадает, то уже не оттереть и получается покрытие. Представляете, вы просидели несколько часов, все это ваяли. Буквально из-за какого-то вот такого цвета получилось все, не пойми как. Это же обидно, как минимум. Девочки, кто писал, что Мария Айора гейл-лаки очень хорошие, очень качественные. Вот мне скажите, как вы наносите такие цвета? А неужели вам нравится то, что они прозрачные? И как это смотрится на ноготках? Или вы постоянно делаете какую-то подложку? Ну просто вот предыдущий цвет, я сначала подумала, что можно его нанести без подложки, но нет. Очень хорошо видно, что он плешивит. Если есть свободный край на ноготках, то лучше без подложки такие цвета не использовать. Ну вот, мы с вами закончили сегодняшнюю выкраску. Надеюсь, она вам была интересной. Я, конечно, прям навыкрашивалась так навыкрашивалась. Мне безумно понравилось. Единственное, расстроили я в очередной раз гейл-лаки Мария Айора. Остальные все более-менее понравились. Я вам говорила, какие там классные прям цвета есть. Я, честно говоря, удивлена, что в таких флаконах пластиковых. И GD Coco, как всегда, вам советую, потому что они очень круто наносятся. Они кремообразные. Надеюсь, что еще выкраски такие будут. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok